Я тоже буду говорить на русском, поскольку Виталий Валентинович... Это не тот перевод. У меня не написано это. Нет, нет, не бумажку дали. После такого, уважаемый господин Бабуханян, уважаемый господин Миланов, уважаемые, да что там уважаемые, любимые, дорогие, родные женщины, да, после такого блистательного выступления мне как-то трудно собраться мыслями, ибо подавляющее большинство тех мыслей, которые были у меня, Виталий Валентинович озвучил, да мы полностью, полностью... Как же рачностно? Рачностно? Извиняюсь, это технические моменты. Я полностью, полностью, еще раз говорю, солидарен с господином Милоновым в этих вопросах, и в вопросах женской красоты, и в вопросах семьи, и в вопросах традиционных ценностей. Я бы просто хотел, так слегка, мысли вслух. Из нашего поколения, которое повзрослее, вспомнят, наверное, был такой прекрасный фильм французский. И Бог создал женщину, да, с предедом Бордо. Так, женщины, вы божественное создание. Вы все божественное создание. И будучи божественными, не можете не быть красивыми, не можете не быть обаятельными, не можете вы не быть любимыми, ибо любовь – это высший Божий дар человечеству. Я вам желаю любви, любви, большой любви. Я вам желаю счастья, я вам желаю процветания. Я остановлюсь вкратце на одном вопросе природы. Вот господин Милонов говорил о природных законах. По-моему, наибольшее, самое большое предназначение вообще человечества и вообще всего живого – это воспроизведение, репродукция, дабы продолжить род и создать себе подобного, но лучшего, чем мы, чтобы обеспечить прогресс. И вот в этом плане вы, любимые женщины, являетесь, скажем так, божественным инструментом продолжения рода. Божья рука на вас, чтобы через вас продолжили род человеческий и вообще не только человеческий, но всех видов в мире. Чтобы через вас это все продолжилось, чтобы через вас обеспечился бы прогресс. Не будем забывать, что кормите-то грудью материческим молоком вы. Мы всего лишь добытчики, мужчины, которые любят вас, которые восхищаются вашей красотой, которые творят чудеса во имя и ради вас. Воспитывайте-то детей вы, конечно, до определенного возраста. А потом отпускайте в жизнь вы, а потом вот это продолжение человеческого рода. Я хочу провести вот эту линию. А потом уже следите за вторым поколением продолжения рода человеческого. Мы вас любим. Мы вас обожаем. Мы вас обожествляем. Будьте всегда красивыми. И будьте всегда рядом с нами. Будьте всегда для нас. Спасибо вам большое. Спасибо.